11 ноября в рамках правительственного часа в Государственной Думе председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов публично передал обращение премьер-министру Дмитрию Медведеву и регистр собранных подписей заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Нагрузка реальной материальной на наших граждан очень сильно возрастает. В том числе благодаря абсолютно непродуманному, не побоюсь этого слова, вредительскому закону о капитальном ремонте. Потому что более непродуманного закона, наверное, трудно сейчас вспомнить. Сегодня люди криком кричат, не понимая, почему они должны платить в радость субъекта Федерации абсолютно по немыслимым тарифам. Москва 15 рублей за метр, а Петербург почему-то 3,60. Люди не понимают, почему они должны платить в так называемый общий котел, из которого будет чиновник брать деньги и за их счет ремонтировать чужие дома. Кстати, благодарю тех коллег, которые подписались под запросы в Конституционный суд, чтобы все-таки выяснить, насколько эта норма конституционна. То, что сегодня люди видят несправедливость в этом законе, когда старики, которые 100% не доживут до капитального ремонта, выдержанно платить из своих химических посин, пенсии становятся совершенно очевидны. В этой связи, уважаемые коллеги, нами, нашей партии, собран миллион подписей граждан. Эти подписи сегодня отправлены в правительство. Я прошу вас, уважаемый Аркадий Владимирович, передать это обращение председателю правительству, господину Медведеву. Партия «Справедливая Россия» будет с нашими гражданами. Мы будем добиваться справедливости в заведении порядка с платными за капитальный ремонт. Спасибо за внимание. Депутат фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Александр Бурков, передал в правительство России 36 коробок с миллионом подписей граждан против поборов на капитальный ремонт, собранных «Справедливой Россией» в 30 регионах Российской Федерации. Вот миллион для Медведева. Миллион подписей граждан России, которые требуют отменить поборы на капитальный ремонт. Уже много об этом законе сказано. Он, наверное, самый несправедливый за последние 10 лет после прихватизации, которая прошла в России. Особенно он несправедлив по отношению к пожилым людям. Пенсионеры сами говорят, зачем нам платить на капитальный ремонт, если мы до этого ремонта никогда не доживем. Всех людей загнали в общий котел и заставляют людей платить за ремонт чужих домов. А люди сами стоят десятилетиями в очереди на ремонт своего дома. Вот в чем несправедливость этой системы капитального ремонта, которая продавила партия «Единая Россия». Именно поэтому подписи «Справедливая Россия» передает председателю правительства Российской Федерации, лидеру партии «Большинство Единая Россия» Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Этот миллион собран на территории нашей страны, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой. Я надеюсь, что на эти обращения граждан правительство России и «Единая Россия» должны реагировать в интересах именно населения. Пока закон не будет скорректирован в интересах собственников жилья, пока народ не будет принимать участие в этой программе капитального ремонта, не будет контролировать сами ремонты, контролировать расходование средств, то в нашей стране программа капремонта как не работала, так работать и не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...